Время интервью 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 Как определить? Два способа. Первый – листочек. Второй – это когда вы сделали уборку, проходит день, может быть, даже меньше, пыль появляется. Это свидетельствует о том, что воздухообмен нарушен. Сырость появляется, повышенная влажность. Это очень пагубно влияет именно на здоровье человека. Появляется плесень, грибок и так далее. Если есть такие, в принципе, они есть, эти факты, то здесь нужно задуматься, насколько вентиляция вообще работает. Потому что центральный стояк – это чистят наши управляющие компании. Раз в два-три года они должны это делать. А вот все, что идет именно с кухней, с ванной, с туалета – это на ответственности. Это уже зона ответственности жильцов. А почему нельзя сделать это самому? Да почему нельзя? Это можно сделать самому. Люди некоторые как-то открывают решетки, выгребают оттуда мусор. Но канал идет на полтора-три метра. Во-первых, это опасно. Засунув руку, вас может кто-нибудь укусить. Это грязно. Во-вторых, рука на полметра только залезет. Наши сотрудники проводят чистку профессиональным оборудованием. Снимается решетка, выбирается крупный мусор, загоняется гибкий вал на несколько метров и полностью очищает всю шахту. Также промышленным пылесосом потом все это продувается, выбирается, обрабатывается антибактериальным раствором и клеится антимоскитная решетка. В принципе, все становится работать намного лучше. В 80% случаев. 20% здесь от нас это не зависит, потому что здесь вина уже непосредственно строителей. Иногда вентиляционные каналы просто заложены кирпичами, бетоном. Мы на это повлиять уже не можем. Свою работу мы делаем. И в 85% случаев все начинает работать на должном уровне. А сколько по времени длится эта чистка? Если не все так запущено, то 20-30 минут хватает на то, чтобы мастер провел работу, убрал весь мусор и подписать все документы и уйти. Работает один человек? Работает, да, мастер один человек. Консультант у нас проводит бесплатную диагностику, показывает, что вообще находится в канале. Мы загоняем туда эндоскоп, маленькая видеокамера. На экране телефона человек может посмотреть, что у него в вентканале творится. Очень интересно. И после этого уже принимать решение, либо чистить, либо нет. Приходит мастер, делает в это время, консультант заполняет все документы, подписывает договора. И, в принципе, на этом работа закончена. Но иногда уходит и час, и полтора. Потому что есть дома, которым там очень-очень много лет. И у них еще стоят железные такие решетки, которые в бетон встроены. Их, разумеется, пока демонтируешь, это тоже на это уходит время. То есть, получается, Алексей Станиславович, нужно обратить внимание, сколько лет вашему дому? Или в новых тоже есть такие проблемы? В новостройках также есть вентиляция, она также может засориться. Допустим, если взять кухню, там хозяйки готовят жировые отложения, пыль. Все это скапливается в канале, канал сужается, тяга становится меньше, иногда вытяжка вообще перестает работать. Самое опасное, что это скопление угарного газа. Когда хозяйки готовят, он не до конца прогорает и копится в помещении. Что делают хозяйки? Открывают окно. Но если вытяжки нет, все это копится в помещении. И если проведя на кухне час-два, можно заметить уже головные боли какие-то и так далее. Они просто уходят с кухни, закрывают дверь и проветривают. Но проблема не решена. Но проблема не решена. Если бы вентиляция работала на должном уровне, такого бы в принципе не случалось. Потому что свежий воздух поступает, а старый отработанный воздух уходит вверх через вент-каналы. Ну вот смотрите, сейчас мы говорим с вами только о квартирах и домах. А вентиляцию необходимо чистить, например, на объектах общепита. Как часто и чем отличается эта работа? В общепите в первую очередь пожаробезопасность, ответственность на руководителей бизнеса. Но почему-то должного внимания этому не все уделяют. Чистят поверхность, могут почистить вытяжной зонт, могут почистить жироуловитель. А саму шахту не чистят. Что мы делаем? Когда мы приезжаем в какой-то бизнес, загоняем туда видеонаблюдение. Вместе с клиентом все это смотрим. Когда клиент видит, что там находится, он просто заголову берется, говорит, чистите, никаких денег уже не жалко, мне важна безопасность. Потому что если брать общепит, там кухни работают практически круглосуточно. И жировые отложения там скапливаются намного быстрее, чем в обычной простой квартире. Если в квартире мы рекомендуем, если прочистили, просто поддерживать это в должном состоянии, ну где-то полгода, год на производить там диагностику и чистку, то в общепитии раз в месяц, раз в два месяца это нужно делать. А в основном этого никто не делает? К сожалению, да. Спасибо, что дали такую рекомендацию. А вот если, например, речь идет о крупных объектах, там, наверное, больше требуется времени на чистку? Разумеется, там уже 20-30 минутами не обойтись, там уходит и час, и два, и три, потому что если брать объекты общепита, шахты идут спорные, длинные, если они прямые, это все проще. Если они такие, мы их разбираем, вычищаем, вымываем и заново потом собираем. Это уже абсолютно другой фронт работы, и с каждым руководителем бизнеса отдельная смета составляется. Ну, а как это влияет на работу самого предприятия? Положительно, потому что для любого руководителя бизнеса наверняка на первом месте стоит безопасность. Я имею в виду по времени. Нужно отдельно какой-то день в одинаково? Выбираем какой-то день, да, договариваемся отдельно, и как профилактические работы их никто не отменял. Это как уборка в помещении. Алексей Станиславович, применяют еще сухой туман. Для чего? Это дезодорация воздуха на молекулярной основе. Это убивает все неприятные запахи, въевшиеся в стену, в мебель, во все остальное. Это домашние животные, табак. Услуга делается буквально в течение 10-15 минут. Эффекта хватает на 2-3 месяца. Также это очень востребовано не только в квартирах, но востребовано и в офисах, востребовано и в автомобилях. Алексей Станиславович, интересно рассказываете о своей работе. Где учатся такие специалисты? Идея нашего организации на нашей системе обучения, это чтобы человек с нуля знал все моменты. И мы выработали такую систему, где человек может с нуля прийти, пройти все этапы обучения и дойти до руководителя своего филиала в другом городе. Поэтому мы хотим масштабировать это в другие города. Тема очень важная и интересная. Приходите к нам еще в программу. На этом мы заканчиваем. Спасибо вам. Спасибо. Это была программа «Прямой эфир». Всего доброго и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова